аудиоверсия книги ясно понятно это моя книга о том как доносить до людей свои мысли и писать понятно но собственно это аудиоверсия то есть я читаю часть книги как она есть часть книги немного пересказываю она не совсем дублирует то что написано в печатной версии где-то я расскажу чуть больше где-то в силу формата я не смогу вам что-то показать из того что напечатано но я постараюсь сделать так чтобы прослушивание этого огромного аудиофайла доставило вам удовольствие и принесло пользу для полного погружения конечно я советую прочитать книгу в печатном варианте но это уже на ваше усмотрение добро пожаловать я рад что вы выбрали аудиоверсию спасибо за то что купили эту книгу на одной из лицензионных площадок это значит если вы за нее заплатили это значит что я смогу я издатели и все другие люди задействованы в этом процессе мы все сможем дальше производить эти книги что начнем небольшое предисловие 2016 году на свет появилась книга пиши сокращай и там мы с людой сарычевой описывали самые базовые приемы работы с текстом как удалять мусор повышать читаемость текста наводить в нем порядок и так далее если подумать вообще эти знания примем что к деловому письму что коммерческому предложению что к рекламе и даже к некоторым жанрам художественного текста и в принципе эту книгу можно было бы посоветовать любому человеку который пишет по работе но с тех пор прошло много времени сейчас 2020 год и у меня за это время накопилось много знаний новых о том как доносить мысли как управлять вниманием читателя и так далее и вот теперь появляется книга ясно понятно это продолжение для тех кто профессионально занимается текстом для рекламщиков журналистов пиарщиков для тех кто преподает ведет блоги для тех кто вообще занят в процессе коммуникации то есть донесении своих мыслей до других людей и наверное самое главное для тех кто хочет менять поведение других людей с помощью своих слов например чтобы люди покупали или верили вам или выбирали ваших кандидатов и так далее в общем если вы пишете письма выступаете с презентациями что-то продаете или обучаете людей эта книга для вас если вспомнить пиши сокращай там у нас были довольно однозначные правила вот так вот делай и это правильно по-другому не делай это в каком-то смысле как такие правила гигиены ну вот мыть руки перед едой или и другие правила гигиены эти правила в целом необходимы и к большом ходит без но без уточнений так далее но довольно много случаев когда этих эти правила нужны но их недостаточно когда нужно нечто большее но потому что просто сократить текст просто сделать его там по определенной структуре просто поставить к нему какого-то вида заголовок часто недостаточно так вот ясно понятно я рассказываю как раз о более сложных вещах это такие вещи в которых с одной стороны уже гораздо меньше однозначных правил ну и серии так вот так вот делай а так не делай это правильно это неправильно то есть если в пиши сокращая вот база которая всегда верна ясно понятно таких правил поменьше они есть и в некоторых случаях конечно они применимы но здесь от вас потребуется гораздо больше критического мышления и осмысления всего материала то есть вы читаете или слушаете и думаете окей а к моей ситуации это подходит а какие у меня ограничения а я вот могу это применить у себя чаще всего сможете но бывает ситуации бывают нюансы когда это только чаще всего ну и собственно моя задача помочь вам разобраться с этим и я так оговариваюсь потому что вот если вы помните пиши сокращая она была очень практически применимой ты вот берешь открываешь на любой странице там в принципе все правила которые вот бери и делай сейчас не так сейчас нужно больше думать больше размышлять больше критиковать на то что я говорю больше как бы размышлять применение к своей ситуации но для людей внимательных для людей которые хотят погрузиться в тему коммуникации это будет полезно фокус этой книги на результативной коммуникации как делать так чтобы люди вас понимали и делали то что вы хотите для этого мы в первую очередь будем устранять преграды а это дурной контекст отсутствие интереса абстракции в тексте и ощущение полотна когда текст трудно читать частью ясно понятно и то что вы сейчас услышите здесь это не конец истории есть какие-то другие уровни текста чем дальше тем сложнее пока что мы остановимся на этих уровнях и будем двигаться от простого к сложному а потом через какое-то время наверное встретимся снова и поговорим уже о новых уровнях понимания текста но пока добро пожаловать в книгу ясно понятно следующий уровень понимание текста спасибо что выбираете этот путь и приятного прослушивания прослушивания